Спасибо большое. Итак, зачем мы их применяем? Прежде всего, мы профилактируем скелетные осложнения нашего лечения гормонотерапии. И, возможно, профилактируем скелетные осложнения мы можем еще добиться улучшения результата в основном лечения. Сейчас попробуем разобраться. Ни для кого не секрет, что на фоне нашего лечения, которое сопровождается выключением функций яичников, приемом гормонотерапии, особенно ингибиторов ароматазы, происходит потеря костной плотности. Наиболее интенсивно она происходит, посмотрите, у женщин, у кого с индуцированной преждевременной менопаузой на фоне химиотерапии или на фоне целенаправленного выключения функций яичников. Это приводит, соответственно, к увеличению риска переломов. Они есть и на томоксифене, как неудивительно, но частота их гораздо выше на ингибиторах ароматазы именно за счет их механизма действия. И целый ряд исследований по применению пероральных бисфосфонатов, это кладронат, резидронат и бандронат, доказали сначала, еще в 90-х годах, а потом исследования по применению внутривенных бисфосфонатов. То, что их применение предупреждает потерю костной плотности при раке молочной железы. Одно из самых крупных исследований – это исследование ЗОФАСТ, мультицентровое, исследование третьей фазы. В нем пациенты получали литрозол в качестве гормонотерапии с залендроновой кислотой, которая либо назначалась сразу после рандомизации включения в исследование, либо отсроченно после того, как у пациентки выявлялись какие-то критерии остеопении. Продолжительность лечения составила в общей сложности 5 лет, оценивалась костная плотность и безрецидивная выживаемость. Поэтому мы к этому исследованию будем еще возвращаться. Ну и, естественно, было показано, что у больных, которые получали залендроновую кислоту сразу при инициации гормонотерапии, у них костная плотность не только не снизилась, но и повысилась, в отличие от тех, которые получали залендронат отсроченно. Еще одно исследование – австрийское ABCSG12. Сюда включались пациентки относительно с благоприятным прогнозом первой и второй стадии, которые находились в премио-на-паузе на момент включения в исследование. Им проводилась авариальная супрессия, и дальше рандомизация шла либо на тамоксифен, либо на стразол, либо на их комбинацию с залендроновой кислотой. Три года гормонотерапия с залендроновой кислотой длилась, и дальше пациентки переходили в группу наблюдения. Также оценивалась костная плотность и безрецидивная выживаемость, тоже будем возвращаться. Вот посмотрите, у пациенток, которые не получали залендроновую кислоту, даже на тамоксифене, к третьему году произошло достаточно выраженное снижение костной плотности. И после того, как лечение остановилось, к пятому году костная плотность к исходной уже не вернулась. А пациентки, которые получали залендроновую кислоту, либо с тамоксифеном, либо с анострозолом, костную плотность не только не потеряли, но и ее приумножили. Поэтому, что касается профилактики скелетных осложнений, здесь с уверенностью можно сказать, что как пероральные, так и внутривенные бисфосфонаты работают, и их нужно назначать нашим пациенткам. Могут ли бисфосфонаты улучшить результаты нашего лечения? Попробуем разобраться. Ну, здесь нельзя не вспомнить теорию гениального Стефана Педжета, который 130 лет назад опубликовал в Ланцете свою работу о принципах метастазирования опухолей, в которой он доказывал то, что семена опухолевые, они оседают и прорастают в определенных органах не по какой-то случайной схеме, а только попадая в благоприятную почву, в которой они могут прорасти. И исследования уже 90-х, 2000-х годов, 20-го века по микроокружению опухолевому, по спящим опухолевым клеткам, циркулирующим опухолевым клеткам, привели, в общем-то, к ренессансу этой теории, в очередной раз доказав, что все гениальное, оно не только просто, но и вечно. На механизм их действия бисфосфонатов я уже, конечно, не буду останавливаться, но в двух словах буквально. Костная ткань – идеальная почва как раз для прорастания семян метастазов рака молочной железы, то, о чем мы сейчас говорим, это и сам костный матрикс, и гемопоэтические клетки, и факторы, которые их продуцируют. И именно в костной ткани формируется такой порочный круг при реализации метастазов, когда опухолевые клетки вырабатывают факторы, которые стимулируют остеокласты. Резорпция костного матрикса из-за гиперфункции остеокластов приводит, в свою очередь, к выделению факторов, которые стимулируют опухолевые клетки, все, круг замыкается. И в этом свете бисфосфонаты были в свое время очень привлекательны, тоже начиная с 90-х годов, поскольку они способны индуцировать апоптос остеокластов, тем самым уменьшать выброс костных факторов роста, которые являются стимуляторами для опухолевых клеток, могут оказывать прямой эффект на опухолевые клетки и на клетки костного микроокружения. На них возлагались большие надежды в плане именно усиления основного лечения, увеличения безрецидивной и общей выживаемости. И ранние исследования по применению пероральных бисфосфонатов, некоторые из них были успешны, а именно исследования по применению кладроната. Самый успешный пероральный бисфосфонат, другие не столь успешны. В них было показано увеличение как безрецидивной, так и общей выживаемости. Нам интереснее исследование с аминобисфосфонатами, более современной, в частности, с золендроновой кислотой. Возвращаясь к исследованию ЗОФАС, где пациенты получали комбинацию литрозола и золендроновой кислоты, либо сразу, либо отсрочено после появления признаков остеопении, вот в нем было показано, что добавление золендроновой кислоты на любом этапе приводит к увеличению безрецидивной выживаемости, причем снижению частоты отдаленных метастазов, а именно костных метастазов. И в группе отсроченного назначения золендроновой кислоты пациентки, которые все-таки ее получили на каком-то этапе, у них безрецидивная выживаемость была выше, чем по сравнению с пациентками, которые так ее и не получили, потому что у них не развелась остеопения. Исследование ABCSG12 – это благоприятная, крайне благоприятная прогностическая группа пациенток, ранний рак, минимум из них получали вообще химиотерапию, получали авариальную супрессию газерелином и гормонотерапию тамоксифеном или анастрозолом. В этой категории пациенток при анализе шестилетних результатов наблюдения было показано достоверное увеличение безрецидивной выживаемости в группе с золендроновой кислотой и пограничное, но все-таки достоверное увеличение общей выживаемости. Тем более разочаровывающей были результаты исследования АЗУР. В этой исследовании включались пациентки с менее благоприятным прогнозом. Вторая и третья стадии. Почти у всех было поражение региональных лимфатических узлов. Они получали либо стандартное лечение, либо стандартное лечение с золендроновой кислотой. Казалось бы, выигрыш должен быть очевиден от назначения без фосфонатов. Лечение длилось 5 лет, и вот что получилось. Безрецидивная выживаемость, выживаемость без инвазивного рецидива одинаковые практически оказались. Пошли под анализы. И что было выявлено? То, что преимущество от получения без фосфонатов золендроновой кислоты имели пациентки, которые на момент включения в исследование уже находились в глубокой менопаузе. Менопауза у них длилась 5 лет и более. Да, у них было улучшение 7-летних результатов безрецидивной выживаемости. Исследований с бисфосфонатом было очень много. Ну вот, если взять основные, вот 7 из них, 2 успешных. Остальные 5 не показали, к сожалению, увеличение безрецидивной выживаемости. Чтобы внести ясность, все-таки увеличивают бисфосфонаты безрецидивную выживаемость, снижают ли они риск рецидива, был проведен метаанализ. Есть группа по изучению раннего рака молочной железы, куда включили аж 26 исследований. 19 тысяч почти пациенток. Проанализировано было. Что оказалось? То, что добавление бисфосфонатов к основному нашему лечению снижает риск отдаленных рецидивов. Но именно за счет снижения риска костных рецидивов. И никоим образом не влияет на частоту вне костных рецидивов. Причем преимущество это, оно реализуется целиком и полностью в группе пациенток, находящихся в постменопаузе. У них, да, отмечено достоверное снижение риска костных рецидивов и 18-процентное снижение относительного риска смерти. Чего нельзя сказать о пациентах в пременопаузе, которые вошли в этот анализ. У них добавление бисфосфонатов не приводило к снижению риска костных, отдаленных вне костных рецидивов и риска смерти. И ключевые результаты этого метаанализа. Во всей популяции на круг было отмечено достоверное снижение риска костных рецидивов. У больных в постменопаузе снижение риска костных рецидивов и смерти от рака молочной железы. Отсюда выплыла теория, что эффект, и она даже раньше рассматривалась, анализировалась, что эффект бисфосфонатов реализуется в микроокружении с низким уровнем эстрогенов. А эстрогены как бы нивелируют действие, вот это противоопухолевое действие бисфосфонатов. Бисфосфонаты не дают эффект на внекосные отдаленные рецидивы, локореагионарные и контрлатеральные рецидивы. Авторы этого метаанализа удивились, почему нет влияния на локореагионарные и контрлатеральные рецидивы, потому что по данным эпидемиологических исследований, частота рака молочной железы ниже у женщин, которые принимают бисфосфонаты по поводу остеопороза. То есть каким-то протективным действием они могут обладать. И различий не было никаких выявлено между интенсивностью введения бисфосфонатом и видом бисфосфоната. Золиндроновая кислота раз в 6 месяцев, раз в месяц, клондронат или пероральный бодронат. Что мы имеем? Бисфосфонаты профилактируют скелетные осложнения. Бисфосфонаты увеличивают безрецидивную выживаемость и снижают риск смерти у пациенток, находящихся в постменопаузе. Это доказано. Что касается пациенток в пременопаузе. Можно ли их и нужно ли их применять у этой категории? Возвращаясь в третий раз к исследованию ABCSG12. Шестилетние результаты, но все-таки слова из песни не выкинешь. У этих больных низким риском даже прогрессивного рака молочной железы, которые получали авариальную супрессию в комбинации с гормонной терапией, и добавление бисфосфонатов все-таки привело к увеличению бисрецидивной общей выживаемости. И исследование свежее, которое было доложено на ЭСМО, по-русски хочется прочитать как новое, но оно хобое. Тоже включая... Но оно новое. Но оно новое, да. Включались пациентки в переменопаузе, у которых только-только завершилась менструальная функция. Они получали авариальную супрессию и гормонотерапию либо тамоксифеном, либо литрозолом, либо литрозол с золендроновой кислотой на протяжении 5 лет. Так вот, в группе... У этих пациенток все-таки в группе литрозола с золендроновой кислотой отмечено достоверное лечение 5-летней безрецидивной выживаемости, снижение риска рецидива и смерти в 2 раза по сравнению с монотерапией тамоксифеном. А вот разницы между группой литрозола получено не было. Как и разница, кстати говоря, между группами тамоксифена и литрозола, это нам еще в продолжении обсуждений вчерашних. Но исследование было признано успешным у пациенток, которые находятся в пременопаузе и получают авариальную супрессию. Так что с этим тоже разобрались. При наличии авариальной супрессии у пациентки с низким уровнем эстрогенов будут иметь преимущество, скорее всего, от добавления бисфосфонатов. Как долго их применять, если уже мы их назначаем? Во всех исследованиях длительность применения бисфосфонатов не превышала 5 лет. Тоже свеженькое исследование 2017 года, в котором оценивалась как раз безрецидивная выживаемость. У больных, которые в дополнение к основному лечению получали золендроновую кислоту либо 2 года, либо 5 лет. И вот оказалось, что разницы в безрецидивной выживаемости не было между группами. Безрецидивная выживаемость не отличалась при различном менопаузальном статусе, но и не было различий в общей выживаемости. И отдельно смотрели чуть циркулирующие опухолевые клетки. Сразу после завершения одевантной химиотерапии, через 2 года, через 5 лет, тоже частота обнаружения циркулирующих опухолевых клеток между группами не различалась. Поэтому современные рекомендации русско-2018 года звучат следующим образом. То, что бисфосфонаты у больных в постменопаузе, в том числе у больных, получающих авариальную супрессию, могут назначаться с целью профилактики остеопороза и снижение риска рецидива болезни. Золендроновая кислота в течение 2 лет. Обязательно в комбинации с витамином D препаратами кальция и обязательно под контролем денситометрии. Если мы хотим завершить бисфосфонаты через 2 года, мы должны продолжать измерять костную плотность у пациентки, потому что в случае, если гормонотерапия продолжается, вероятность снижения костной плотности остается. Мы должны это контролировать. Вот, собственно говоря, и все, что я хотела рассказать.